Добрый вечер, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и моя еженедельная аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Сегодня 3 мая, поздравляю всех с прошедшими и продолжающимися праздниками, но активные трейдеры не отдыхают, трудятся на благо своего депозита, поэтому продолжаем аналитику и торговлю. Итак, посмотрим календарь экономических новостей, что неделя грядущая нам готовят. Сегодня в основном выходные, поэтому выступление председателя ФРС намечается вечером. Но вообще, мне кажется, эта неделя будет относительно спокойная. Во вторник решение Резервного банка Австралии по процентной ставке в 9.30, обратим внимание. Все-таки процентная ставка это одно из важнейших экономических событий в стране, поэтому возможно повышение волатильности. На среду выступление председателя Резервного банка Новой Зеландии. Прямо сплошные выступления. Значит, в 4 часа утра, ну, наверное, большинство будет спать, поэтому вряд ли стоит об этом говорить. Дальше, значит, начинается, да, у нас начинается в преддверии нонфарма, начинаются новости по изменению числа занятых в несовесказественном секторе, вот в 17.15. Ну, там, скорее всего, будет так. Не очень, не очень горячо. Четверг решение Центрального банка Бразилии по процентной ставке, ну, Бразилию мы особо не берем в расчет. Так, выступление председателя Банка Канады, все это ночью будет. Так, ну, Швеция тоже не особо актуальна для нас. Вот решение Банка Англии по процентной ставке, вот это да, 16.00. Смотрим внимательно. Скорее всего, будет что-то интересное. Ну, также выступление председателя Банка, 18.15. Вот, а, пожалуй, четверг, да, что-то начнется уже более горячее. Так, ну, и пятница. Пятница, значит, нонфарм ожидается в 17.30. Я думаю, все новости меркнут по сравнению с этой новостью, поэтому в основном ожидаем вот эту новость. 17.30. И по Канаде то же самое, и по Америке в одно время. Вот такая у нас интересная неделька. Так что смотрите, отдых отдыхом, а торговля торговлей. Посмотрим, какие у нас есть интересные входы по евро-доллару. Евро-доллар уже вот сейчас прям отрабатывает зеркальный уровень. Прямо на наших глазах. Так что это уже отработано. Ну, понятное дело, вот здесь наверху зоны продаж сохраняются. Так, если линии поддержки поискать, линии поддержки, пожалуй, вот такая линия поддержки у нас может здесь быть. Так, больше зеркальных здесь особо я не вижу. Хотя вот можно вот это еще посмотреть. Вот. Да, она, кстати, себя отработала немножко вот в этой точке. Но она даже не как не зеркальная, а как продолжающаяся, скажем так, с тремя подтверждениями линия сопротивления. Поэтому в этой зоне тоже можно будет продавать. По фунту примерно похожая картина. Так. Наверное, все-таки вот эта вот зона сопротивления. может выглядеть вот так. То, что сейчас происходит, значит, тоже цена затормозилась в зоне сопротивления. Но не сильно. Значит, очень много покупателей. Ждем, что они все-таки затормозятся в этой зоне. Да, кстати, еще можно будет посмотреть. Наверное, здесь почему-то напрашивается Fibonacci. Я редко его смотрю, но вот сейчас давайте посмотрим. Да, вот эта зона, кстати, совпадает с 50-м уровнем. Также можно вот на этот уровень, 51,8, рассчитывать зону продаж. Вот такое мне видится решение. Евро, франк. Так, здесь у нас немножко отредактировались, подкорректировались уровни сопротивления. Зона поддержки остается такой. Так, ну, пока здесь я больше не вижу особых сигналов. Движемся в рамках вот этих вот этого канала. Рассматриваем зону продаж и зону покупок. Что можно сказать по золоту? По золоту у нас сформировался новый уровень сопротивления, от которого можно продавать. Что касается поддержки, пока здесь ничего интересного нет. Также есть еще уровень сопротивления. Вот такой. Если цена пойдет вниз, можем рассматривать покупки. Нефть сформировала новый уровень сопротивления после восходящего движения. Так, пока что только тоже продажи рассматриваем. Продажи. Потому что уровень сопротивления будет слишком высокий угол. Ну, не высокий, острый, да? Острый градус. Высокий градус. Доллар канадец продолжает свое нисходящее ралли, как любят говорить некоторые аналитики. Значит, рассматриваем зону покупок, точнее продаж вот от этого уровня поддержки, теперь сопротивления. Также можем здесь наметить небольшой каналчик, да, вот такой. Каналчик. В рамках которого тоже можем двигаться. Здесь продажи, здесь покупки. Пожалуй, вот так вот. Ну, давайте биткоин глянем. Биткоин растет после своего недавнего падения. Да, видно, что сил покупателей достаточно много, несмотря на резкое падение. Опять быстро отыграли вверх. Здесь видны определенные консолидации. Тут можно вот такой уровень нарисовать. Если будет возвращаться вниз, можно будет попробовать закупиться на вот этих уровнях. Пожалуй, пока что все. Уровни сопротивления здесь, я думаю, пока рано какие-то рисовать. На этом все. Желаю всем успешной торговой недели. Подключайтесь, подписывайтесь, ставьте лайки, ставьте колокольчик. Переходите по ссылке в описании, подписывайтесь на мой канал, смотрите мою аналитику по четвергам. Всем хорошей торговой недели. Торгуйте с удовольствием. Всем пока.